Добрый день, с вами Тьютор Онлайн, канал Физика. Я Татьяна Владимировна. И сегодня, сейчас мы немножко пройдемся по теме, которую, опять же, я обнаружила в тестах, которые должны сдавать абитуриенты в чешские вузы, где физика непрофильная. Эта тема касается жидкости, но это не гидростатик. Мы изучали закономерности процессов, происходящих в неподвижной жидкости. Есть столб жидкости, он неподвижный, давление, сила Архимеда. А в этих тестах встречаются вопросы, связанные с текущей жидкостью, с так называемой струей. Тема на доске, я ее в общем записала, динамика струит. Конечно, мы далеки от каких-то высших материй сейчас будем, но тем не менее. Давайте сделаем схематичный рисунок. Это будет шланг. Я его рисую как цилиндр. Некоторые площади сечения S. И пусть жидкость течет вот в этом направлении, с некоторой постоянной скоростью V. Первая и основная величина, о которой идет речь, когда говорят о потоке жидкости, проходящей через шланг, это расход жидкости. Расход жидкости Q – это объем жидкости, проходящий через данное сечение шланга за одну секунду. Объем. Объем, проходящий через данное… Ну, тут какое-то сечение выбираем, произвольное. Через данное сечение за одну секунду. Я здесь помечу таким образом. Объем расписываем как объем цилиндра. Это площадь основания, в данном случае площадь сечения цилиндра, S-сечения, умножить на высоту цилиндра. В данном случае цилиндр лежит, но тем не менее. Высота – значит высота. Будем ее обозначать как H. Умножить на H. Что делать с этой H? Вспоминаем, что у нас тут течет жидкость, течет она с постоянной скоростью. И если мы представим тот цилиндрик, который образует эту жидкость за одну секунду, то мы понимаем, что жидкость за одну секунду проходит путь равной скорости. Ну, то есть скорость умножить на время. Давайте так напишем. Хорошо, H – это скорость жидкости умножить на время, которое она протекала. Но в данном случае мы рассматриваем объем, который проходит за одну секунду. Соответственно, время равно одной секунде. Получаем H, которое мы должны подставить в расход именно, равна скорости жидкости. Q равно S сечения умножить на V. Еще раз, смотрите, что мы получили. Q – расход жидкости. S – это площадь сечения шланга, по которому течет жидкость, и V – скорость этой жидкости. Скорость считаем постоянной. Площадь сечения, значит, обычно в задачах дан либо радиус, либо диаметр. Допустим, радиус. Тогда мы понимаем, что площадь сечения – это площадь круга. Ничего сложного. И пишем Q равно πr квадрат и умножить на скорость. Значит, Q равно πd квадрат делить на 4 и умножить на V. Вот получили формулу для расхода. Отсюда, например, можем выразить формулу для скорости. Значит, скорость равна 4Q разделить на πd квадрат. И прежде чем мы перейдем сейчас к решению конкретной задачи из теста, на что мы должны обратить внимание в этой формуле? Если, вот, например, представьте ситуацию. Шланг, вот он идет одной площади сечения, одного диаметра, а потом в конце, ну, как правило, да, там какой-то наконечник. И шланг, как правило, к концу сужается, то есть изменяется диаметр. И большинство задач построено на том, что вы должны определить, там, чему равна скорость в конце шланга, там, как она отличается от скорости в середине шланга. Что вы должны при этом учитывать всегда? Что расход остается неизменным. Потому что расход Q, он задается, ну, грубо говоря, источником этой жидкости, понимаете? Она же откуда-то в этот шланг попадает. Поэтому мы делаем вывод, что скорость будет обратно пропорциональна квадрату диаметра. И, собственно, на этом часть задачи решается, на этом факте. Значит, как звучит данная конкретная задача? Конец шланга имеет радиус в 4 раза меньше радиуса середины шланга. И нужно определить, как изменяется скорость шланга на выходе, точка, собственно. Как изменяется скорость шланга на выходе? Дано? Что дано? Конец шланга имеет радиус в 4 раза меньше радиуса середины. R. Ну, давайте конца. Равно 1,4 R середина. Ну, буквенные индексы примитивные, но, тем не менее, в общем, пусть они будут таковыми, раз мы говорим про конец середины. И нужно определить отношение скорости в конце к скорости этой жидкости воды в середине. Индексы сохранили такими же. Ну и всё. Нам осталось только, лишь записать дважды. Это уравнение. Скорость в конце равна 4Q на πd фланга в конце в квадрате. И скорость в середине равна 4Q на πd в середине в квадрате. Ещё раз обращаю внимание на то, что мы не индексируем расход, потому что расход один и тот же. Ну и что? Наше любимое деление одного уравнения на другое. Если ваше оно ещё не любимое, оно им станет. То есть вот это, знаете, вариант выразим отсюда Q, подставим сюда, только не физики. Мы просто делим одно уравнение на второе. И получаем, перехожу сюда, отношение скорости в конце к скорости в середине. Как? Так, сейчас я что-нибудь сделаю не то, как обычно. Значит, диаметр в середине в квадрате разделить на диаметр в конце в квадрате. Равно. Ну, очевидно, что отношение диаметров равно отношению радиусов. Значит, что мы с вами делаем? Диаметр в середине к диаметру в конце. Диаметр в середине был в 4 раза больше, чем диаметр в конце. Значит, получается 4 диаметра в конце разделить на диаметр в конце. И всё это в квадрате. И равно 16. Всё, мы получили ответ. Мы получили ответ, который есть среди вариантов ответов. Ну, то есть тесты, да, здесь варианты ответов. Собственно, всё, задача решена. Страшная-страшная формула расхода, она может быть выведена, видите, на основе каких-то логических представлений о течении жидкости. В общем, что я и сделала. Потому что очень сложно запоминать какую-то кучу формул, когда не понимаешь, откуда они берутся. Если у кого-то из вас при подготовке к поступлению в вузы в другие страны возникают подобного рода вопросы, связанные с тем, что вы не можете связать вопросы тестов со школьной программой, пишите в комментариях. Мы с удовольствием попробуем помочь вам. Сами разберёмся заодно. Это очень всегда интересно. Ставьте лайки, само собой. Делитесь с друзьями. Конечно. Ну и не забывайте, что если у вас есть необходимость в помощи при изучении физики кратковременной или более долговременной, вам всегда готовы помочь репетиторы тьютер онлайн. На сегодня всё. До встречи.